Вяленая, сушеная, отварная, гриль в гарнир или суп. Селен, фосфор, кальций, йод, А, Д, Е. Рыба, целый кладезь витаминов и несчислимое количество рецептов. И если уж очень захотелось наваристой ухи от и до, сделанной своими руками, то же новичок найдет где порыбачить. И не обязательно уезжать далеко, вяча в 20 километрах от Минска. Что вот это вообще такое и сколько стоит быть рыбаком? Для любительской рыбалки этого всего как бы не надо, но это для удобства ловли. Так как если есть неровный берег, по логике какой-то дамба, можно с нее комфортно ловить. Скорость заброса, все под руками, не надо наклоняться в ведро за прикормкой. Один будет ловить со стульчика, я буду ловить отсюда. А поможет неопытному рыбаку-корреспонденту профессионал с 30-летним стажем. Дмитрий Рунец сматывает удочки один-два раза в неделю. Рыбалка и хобби, и спорт. В соревнованиях на лучший улов участвует уже третий год. Когда лучшее время рыбачить? Либо рано на утром, либо после обеденное время. Фу, что на такую наживку будет клевать? Рыба, плотва, лещ, подлещик, они живые все абсолютно, 100%. Брали в магазине рыболовных магазинах, продаются на развес. Для обычной рыбалки грамм 20-30 достаточно будет мотыля. Пусть клюет. Насквозь. А песок зачем? А прикорм из чего? Сухари, какие-то злаковые, кукуруза. Ну вкусно пахнет. Что будем ловить на эти личинки? Будем стараться ловить плотву. Это? Тоже плотва. Это подлещик, лещ. Хорошо, они все живые. Все живые, абсолютно. Когда я скажу пускать, пускаем. Через бок заносим. Раз, два, три. И палочку вверх. Вот, видите, хоть маленький, но... Но кусок. Ничего себе, кто это? Первого заброшу, а кусок. Сейчас и у вас будет. Он уже устал ждать, пока мы тренировались. Сидеть тихо? Нет, на этой рыбалке можно не очень тихо сидеть. Просто нужно смотреть на поплавок, да? Да. Что может спугнуть рыбу? Громкие звуки на берегу. Для любительской рыбалки можно использовать любую бюджетную прикормку белорусского производителя. Оп, 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 рыба! Тихонько. Снова рыба. Снова, снова. Снова. Можно и на сковородочку, можно и выпустить, можно и засушить. Держите? Да, конечно, держу. А есть какие-то секреты для рыбалки? Ну, для крупной рыбы вот взять кастера, щепотку, мотыля и купить можно такие ножницы. То есть на сухари не хочет клевать рыба? Крупной рыбе надо все-таки мясо. Но так как мы рыбачили в удовольствие, то и улов тоже весь отпустим. Галина Пузына, Роман Пастернак, Дмитрий Бураков. Наш Утро.